Всем добрый день! У нас уже добрый вечер. Это питомник роз Полины Козловой. Я хотела показать, как выглядят розы, когда у них в процессе роста усекаются все верхушки. Делается это для того, чтобы кусты были разветвленные, чтобы они шли не в один ствол, а в несколько. Такой достаточно тяжелый труд. Это все делается вручную. Вон секатор висит мой. Здесь ножницы. Это все с помощью двух инструментов делается. Где ножницами, десекаторами верхушки усекаются. Кусты будут разветвленные. Это я вам показываю участок. Я, по-моему, ни разу здесь не снимала с этой стороны. Задняя часть поля. Там еще у нас куча травы. Маточник мы благополучно прорвали. У нас маточники чисто. А это у нас задворки. Здесь у нас небольшое пластмассовое озеро. Я хотела, чтобы у меня здесь росли нимфеи. Но наши собачки очень что-то полюбили этот цветочек. Они бесконечно мне букеты приносили. Но пока оно стоит пустое, все нимфеи переехали в большое озеро на второй участок. А это у них как песочница у детей. Сюда иногда приходят лягушки. И они с ними борются. Вернее, ну ловят их. Когда ловят, когда не ловят. Так, а что вообще сюда пришла? Вот у меня здесь растут лилийники. И у них такой хлорозный вид. Мне сейчас много присылают фотографии, спрашивают, что делать, почему вот такие вот листья. И на розах могут быть такие, и на других растениях. Это все нехватка полного комплекса минералов, микроэлементов. То есть это все нужно кормить. Это не болезнь, ну как это можно и болезнь назвать, это хлороз. Но хлороз не только из-за недостатка железа, а еще и из-за недостатка вот разных микроэлементов. В прошлом году я рассказывала про препарат Брексилмикс, Брексилкомби. Вот он прекрасно с этим справляется. Норма расхода там написана. Для тех, кто читать там не сможет на английском языке. Вот там, по-моему, на английском, только русского языка там нету, на Брексиле. Идет где-то 20-25 грамм на 10 литров воды. И поливать под куст. Ну, под один куст розы или вот такого, например, лилейника, где-то литр-полтора хватает. Потом обильно полить водой. И в течение 2-3 дней цвет восстановится. Вот так вот. Вот такие у нас новости. Ответ вернее на вопрос. У нас конец рабочего дня. Завтра у нас четверг. С пятницы у нас для тех, кто живет здесь, то есть без посылок, а именно здесь, в Крыму, самовылазом, у нас объявляется распродажа. У нас осталось буквально там 200-300 саженцев разных сортов. Там и бордюрка есть, и чайно-гибридные, и плетистые, там и мускусов, по-моему, совсем чуть-чуть. Так что, если кого-то что-то интересует, можете приезжать. Приглашаем. То есть, с этой пятницы и до следующей субботы у нас будет такая вот неделя распродажа. Будут вопросы, спрашивайте. Ну, а пока всем спасибо и до свидания.